Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Хаким встречает отдыхающих в Сухум. Репортаж наших корреспондентов с улиц столицы. Шедевры русской литературы в Абхазии. Пятитомная антология русской прозы. Дар библиотекам республики. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Председатель правительства Абхазии Сергей Шамба заявил, что и он, и исполняющий обязанности главы республики Александр Анкваб смогут совместно претендовать на пост президента. «Я не исключаю, что буду участвовать в выборах на пост президента Абхазии», цитирует слова Сергея Шамба Интерфакс. «Есть возможности моего и Александра Анкваб претендентства на этот пост. Если мы оба пойдем на выборы, то можно гарантировать, что каждый из нас признает результаты честных и демократических выборов. И эти выборы будут дружественные», добавил премьер-министр республики. В свою очередь Анкваб пока отказался комментировать возможность своего участия в президентской гонке. «Все комментарии и заявления, как я считаю, возможны только после 25 июня, согласно избирательному законодательству республики», сказал Александр Анкваб. Президент Республики Южной Осетии Эдуард Какойты поручил генеральному прокурору Южной Осетии в трехдневный срок разобраться с инцидентом, произошедшим накануне в парламенте Южной Осетии. 15 июня группа граждан предприняла меры к сбору подписей депутатов в поддержку внесения изменений в Конституцию Республики о третьем сроке полномочий главы государства. Президент осудил неправомерные действия группы лиц, нарушивших регламент деятельности парламента. По его словам, любые незаконные формы воздействия на депутатский корпус должны быть жестко пресечены. Напомним, 14 июня Верховный суд Южной Осетии постановил считать несоответствующим к конституционному закону о референдуме вопрос о возможности занимать одному и тому же лицу должность президента три срока подряд. Между тем, Какойты вновь заявил, что не собирается баллотироваться в третий раз. Никакого третьего срока не будет. Я от своих слов не откажусь. Президентские выборы состоятся в ноябре в строгом соответствии с действующим законодательством, подчеркнул президент. Грузинский эксперт Мамука Ришидзе советует властям этой страны признать независимость Абхазии прежде всего с целью дистанцировать нашу республику. ...сфере опережает нас во всех действиях, подчеркивает эксперт, имея в виду Россию. Исходя из этого, нам следует предпринять такой неожиданный ход, который разоружит соперника, вызовет определенное дистанцирование между ним и абхазами, заявляет Мамука Ришидзе. Я сегодня ожидал бы независимость Абхазии, если бы имел подобную возможность, заявил эксперт. Министр внутренних дел Абхазии Леонид Забшба выразил благодарность российскому руководству и МВД России за эффективное сотрудничество с органами внутренних дел Абхазии. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом Абснепресс, комментируя подписанное 13 июня с министром внутренних дел России Рашидом Нургалеевым соглашение о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел. По словам Забшба, неурегулированность этого вопроса создавала множество проблем людям на протяжении долгих лет, работавшим в органах внутренних дел Абхазии при оформлении российской пенсии. А таких людей, как сказал министр, более 700 человек. С принятием постановления и подписанием соглашения между МВД Абхазии и России документы, выданные пенсионерам в МВД Абхазии, приобретают законную юридическую силу. И с 1 января 2012 года наши сотрудники, заслуженные люди, всю жизнь отдавшие нелегкой службе в органах внутренних дел, будут получать повышенную пенсию, подчеркнул Забшба. Ортопедический центр в Гагре будет оснащен оборудованием и материалами одной из ведущих в мире ферм немецкой «Отто Бок», что позволит готовить различного рода протезы самого высокого качества. На данном этапе в центре идет ремонт, темпы которого оценила правительственная делегация во главе с первым вице-премьером Леонидом Лакербая, признавшая его достаточно успешным. Капитальный ремонт в обязательном порядке должен быть завершен до конца года, после чего произойдет открытие нового центра, передает Абснепресс. Представители общественности и интеллигенции республики обеспокоены тревожными обстоятельствами, сложившимися в последнее время вокруг Абхазии в связи с церковным вопросом, в частности, новоафонским монастырем и молодыми абхазскими священниками. В этой связи они обратились к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Авторы письма просят патриарха предостеречь иерархов от вмешательства в жизнь новоафонского монастыря и непосредственно выслушать монахов отца Дорофея и отца Андрея. Под документом поставили свои подписи 25 человек. Об этом сообщает Абснепресс. Сочинская таможня. В начале курортного сезона в преддверии увеличения пассажирского потока через таможенную границу России и Абхазии предпринимает все возможные меры, чтобы избежать скопления людей и транспорта на границе. Об этом сообщает Южное таможенное управление. В связи с проводимой реконструкцией пешеходного моста через реку Псу движение физических лиц и транспорта осуществляется по одному автомобильному мосту. Срок действия данной схемы продлится не менее четырех месяцев. Учитывая, что в летний осенний период через пункт пропуска перемещается до 40 тысяч человек и до 3,5 тысяч автотранспортных средств в сутки, в Сочинской таможне проводится комплекс мероприятий по организации бесперебойной работы таможенного поста «Адлер». Избежать очередей на границе таможня рассчитывает с помощью внедрения передовых технологий работы, совершенствования методов таможенного контроля, а также увеличения числа сотрудников. Между тем, в республике официально стартовал курортный сезон. Какой встречает отдыхающих в столице Абхазии? За ответом наш корреспондент Левон Галустян отправился на улицы Сухума и увидел, что не все из них выглядят приглядно. Если провести в Сухуме соревнования по легкой атлетике, то жители старого поселка могли бы претендовать на самые высокие места. Четвертый месяц пешей прогулки для них стали нормой жизни. Длиннющий марш-броски местное население совершает вынужденно. С конца зимы сюда не ходит городской транспорт. Сначала встали троллейбусы, потом автобусы. Сейчас единственная возможность выехать из района – это маршрутки. В старом поселке маршрутки – редкие гости. И когда они появляются, пассажиры буквально их штурмуют. Никому не хочется снова остаться на улице. Ведь на остановках можно провести несколько часов. Многие хорошо об этом знают. Поэтому по делам в центр города ходят пешком. По крайней мере, до улицы Эшба. А это, между прочим, несколько километров. Большая проблема во второй половине дня особенно. Уехать и приехать. Хочется и на море, и в город выбраться. И, конечно, такие проблемы есть. Полтора часа не выехать, а сейчас до поворота идти. А потом еще и каждый день по 20-30 рублей выкидывать – это очень тяжело. Официально причина закрытия троллейбусного маршрута на старый поселок – плохое состояние дороги. Оно всегда вызывало нарекания водителей. Но после замены водопроводных сетей улицу Назадзе вообще сложно назвать улицей. Колдобины, ямы и самые настоящие траншеи встречаются здесь на каждом шагу. Ремонтные работы давно завершились, но класть новый асфальт никто не спешит. Значит, открытым остается вопрос начала движения троллейбусов. Без троллейбуса очень плохо. Во-первых, маршрутка и дороже для нас, пенсионеров. И, во-вторых, видите, какой интервал. Я же стою полчаса и даже маршруток нет. Срочного ремонта требует и привокзальная площадь. Здешние ямы могут претендовать в книгу рекордов Гиннесса, как самые глубокие. На небольшой территории мы насчитали четыре огромные колдобины. Но кроме дорожников, сюда необходимо командировать бригады дворников. Рядом с автостанцией образовалась стихийная свалка. Летом такая проблема, как горы мусора, может обернуться большими неприятностями. Не все улицы в Сухуми зияют дырами и ухабами. В эти дни на Адлибо в самом разгаре ямочный ремонт. Дорожники снимают старое покрытие и укладывают новый асфальт. Работы предполагается завершить до конца месяца. Район маяка вообще должен заметно преобразиться. Кроме дорожников, здесь трудятся сотрудники зеленого хозяйства. Обновленные встречают жителей и гостей Сухума городская набережная. Столичные власти заранее подготовились к началу купального сезона. И предусмотрительно установили на пляже душевые кабинки и контейнеры для мусора. Мусора нету. Самое главное место – спокойное место. И вечером тоже биваем. Вот спокойное место. Люди друг другу не мешают. На набережной чисто и красиво. Но есть проблема, которая требует срочного решения. Это оголенные электрические провода, подведенные к фонарным столбам. Они торчат на самом виду. И дети спокойно могут до них дотронуться. Городским властям стоит подумать над тем, как избежать возможных несчастных случаев. Ливон Галустян, Торник Амичба, Абаза ТВ. Центральная библиотека имени Ивана Папаскер собрала накануне библиотекарей со всех районов республики. Поводом для встречи стала благотворительная акция. Миля Герзмава подарила абхазским библиотекам пятитомную антологию русской прозы. Первое гербовое издание шедевров русской литературы. 11 экземпляров собрания отправились прямиком в читальные залы районных библиотек. Подробности в репортаже Марьяны Котовой. Волею судьбы Миля Герзмава, тетя прославленной Хиблы Герзмава, а теперь и известный меценат, оказалась на презентации первого гербового издания, шедевры русской литературы, которая проходила в Москве в Храме Христа Спасителя. Как рассказывает Миля, собранные произведения признаны вершиной русского слова. Поэтому выход антологии был ознаменован большим приемом, где она и заинтересовалась пятитомником, чтобы передать его в дар абхазским библиотекам. Зная нашу ситуацию в Абхазии и послевоенную, как пополняются наши библиотечные фонды, мне очень захотелось приобрести хотя бы столько, сколько я могла физически. Вот я приобрела в тот же день на презентации 15 экземпляров, которые по списку были розданы, а остались еще несколько в Москве, которые потихонечку я буду, потому что это очень тяжело их перевозить из Москвы в Абхазию и покупать тоже. Идея создания антологии принадлежит академику Дмитрию Лихачеву, но осуществить ее удалось лишь сейчас. Ведь для того, чтобы собрать лучших из лучших, проверенных временем и читательской любовью авторов, и произведений пришлось провести не один критический анализ. Особенно приятно, что в сборник вошло несколько произведений Фазеля Искандера. Интересно, что Миле Герзмава удалось одной из первых приобрести книги, еще не внесенные в библиоглобус, вышедшие ограниченным тиражом. Как рассказывает Миля, она спешила стать обладателем книг, так как уверена, что подобное издание – находка для абхазских библиотек. Они будут в каждой библиотеке, где будут находиться интеллектуальной собственностью. Это подарок лично от меня. И я уверена и убеждена в том, что они останутся в библиотеках для читателей. И они, ну, я не знаю, будет приятно открывать и читать все вот просто в таком избрании, в таком сборнике. Действительно, фонды абхазских библиотек сегодня бедны и художественной, и научной литературой. Поэтому многих книг на абонементе нет, а доступны они лишь для работы в читальном зале. С появлением антологии наверняка большинство других книг начнут выдавать на руки читателям. Фонд не настолько богат и не настолько развит сегодня. Основная масса людей сидят у компьютеров, а вот общение с живой книгой – сегодня, конечно, большой дефицит. Огромное-огромное спасибо Миле. Миле Герзмава надеется, что библиотекари не будут слишком беречь пятитомник. И он станет доступен любому читателю с первого дня. Также, по ее словам, эта акция – только начало своеобразной интеллектуальной помощи. Хотя, как убедилась Миле Герзмава, доставка книг – очень непростое мероприятие. Мария Накотова, Астамур Акаба, Абаза ТВ. Вышла в свет книга доктора филологических наук Вячеслава Бегуа «Абхазская литература и литература народов Северного Кавказа». В книгу включены некоторые исследования, написанные за последние 7-8 лет. Они посвящены абхазско-северокавказским историко-культурным, фольклорным и литературным связям. Особое внимание уделяется этическим основам литературы абхазо-адыгских народов. Книга рассчитана на специалистов-филологов, культурологов, историков-этнологов, читателей, интересующихся историей, культурой и литературой абхазов, адыгов и других народов Северного Кавказа. В Москве при содействии Национального фонда поддержки социальных программ России выпущена аудиокнига «Абхазские сказки». Сказки звучат на русском языке в исполнении известного российского актера Леонида Кореева. Время звучания 1 час 35 минут, передает Абстнепресс. В завершении выпуска о погоде. В пятницу, 17 июня, в столице ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем 28, ночью 21 градус. Морская вода 20 градусов. Это была вся информация к этому часу. Сразу после новостей смотрите завершающий выпуск музыкально-познавательной передачи «Райда». А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.